Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А то у нас получается все яйца в одной корзине С этим сложнее Гера, где тебя носит? Я подумаю Девушка, я попросил вас отвлечься минут на пять А что так официально? Ты же знаешь, что я пугаюсь, когда ты так начинаешь Это я от страха Бесконтрольный ужас Что-то по Фрейду Ладно, ладно, успокойся Отвлекай уже, отвлекайся Я прошу проследовать мой кабинет Пойдем со мной Это что? Я сделал альтернативный вариант Гера Господи Подожди, ну, послушай Я работал, я полгода потратил на этот проект Скажи хоть что-нибудь Ты правда хочешь это услышать? Да Если бы вот это Был твой диплом А я бы была твоим мастером Я бы отправил тебя на стройку Прорабом панельных коробок Послушай, ну так нельзя Гера, твою мать, а так можно? Что это? Объясни мне, что это такое? Что это такое? Ты кем себя возомнил? Гением конструктивизма? Откуда в тебе это? Откуда в тебе это безграничная Купеческая пошлость? Господи, откуда? Ты же интеллигент В десятом поколении Начинается Пошли таблеточки Давай, давай, давай А не хочешь себя вести как мужик? Хоть в виде исключения, а? Пол бутылки лискоря выжрать? Это ничего Сердце не болит А чуть против шерстки погладили Все Пять инфарктов на лице Посмотри на себя Мне противно Гера Гера Я поговорю с ней Пожалуйста, ничего мне не говори А можно я тебе скажу? Ну, скажи Давай Скажи, расскажи мне, какая я стерва Тварь, что там еще? Давай, добей меня Маша, принеси нам кофе Хорошо Успокойся Вдохни Сосчитай до 20, я буду говорить А ты внимательно слушай Давай Даша, так нельзя Вот просто так нельзя Хорошо И что мне теперь делать? Может, бежать за ним? Прощения просить? Было бы неплохо Конечно Хотя бы позвонить Позвоню Кот черта, объясни мне Кот черта, Витя, он лезет Он же как архитектор ноль Он же просто зеро Ничтожество И все вокруг это знают Черт побери Главное, что он сам это понимает Ну, видимо, он не знает, что он ноль Прекрати Как архитектор Прекрати, все он знает И наши роли в фирме уже давно распределены Я занимаюсь креативом А он занимается чем хочет Занимается надзором И прочим, прочим, прочим Я не понимаю, Витя Зачем он пытается меня подсидеть? Зачем все эти башенки, кубики Параллелепипеды? Он не пытается тебя подсидеть Даша, вы семья Можно же как-то поаккуратнее Повнимательнее Витя У меня настолько важный проект Что я уже неделю практически не сплю А тут еще Гера с этим Со своим уродцем Ну, чему он пытается доказать Что из каждого китча Можно сделать искусство? Ну, у тебя бы получилось искусство Даже из кубиков Все, я больше не могу Дай мне сигарету Что? Сигарету дай мне Нет Знаешь, что я тебе посоветую? Выпей кофе И поезжай-ка ты домой Закажи в ресторане Чего-нибудь вкусненького Налей вина Зажги свечи Гера приходит домой А там да и так Вау Вау? Вау Ты сейчас серьезно? У меня тендер через неделю У тебя нет конкурентов Да-да, кроме Геры А что по тендеру, кстати, есть новости? Тендер наш Мне гарантировали это Хорошо Хорошо А какое сегодня число? Двенадцатое О нет, господи Только не это Что? Завтра у мамы день рождения Я ее не видела сто лет И если я не приеду Я буду просто последней твари Так это же дорого Вот ты поезжай к маме Отдохнешь Нервишки поправишь Выспишься Хочешь, я с тобой поеду? Не серьезно Места темные, мало ли что Поохочешь Наверное, лучше побыть одной Машенье хорошо думается Ладно А ты с дочкой побудь Как она? Все хорошо Гуляем Гер, ну прекрати Ну, чего ты доишься? Ну, ты же знаешь, что я не со зла Прости Да Надо ехать к маме У нее юбилей, я совсем забыла Аккуратно А поехали со мной А что там хорошо Хорошо, речка, банька, молочко натуральное Нет, не хочу я никуда ехать Мне Лучше побыть одному Да Мне есть Да, мне есть о чем подумать Например, о том, что Моя жизнь лишена смысла Я не вижу в ней радости, например Я в твое приложение превратился вообще Что думал, может мне в психоаналитику уже идти? Нет, Даша, я не издеваюсь У меня реальные настоящие проблемы Все, маме привет Передай ей, что она вырастила очень крутую дочь Как ты, Гер? Как, как всегда Ходишь? У нее сейчас очень сложный период Потерпи Ты же все знаешь А ты не спишь с ней? Ты же знаешь, что нет Верю И тебе и безоговорочно Держись Штантер, дорога Через пять минут у меня Понял? Доча! Доченька, Дашенька, Господи, ты, Боже, ты мой! Думала, помру, так и не увижу тебя Ой, ты болтаешь, болтаешь Куда же ты помирать собралась, еще не жила Господи, мне сон-то приснился Будто я к тебе в столицу к тебе приехала А адрес на бумажке записала И потеряла Представляешь, хожу ищу Спрашиваю, люди добрые, где тут моя Дашенька живет? Мамочка Они меня пальцем показывают Представляешь, как будто я, кажется, вон за всем Простулась Так и не дашь зла тебя И плачу, и плачу, и плачу Ну хватит, не плачу А то я тоже буду А ты-то чего плачешь-то, а? Чего ты плачешь-то? Ну я там ерунду всякую болтаю Разволновалась, не пойму, чего лопатчу-то Пойдем ты Пойдем Ну, пойдем Пойдем, Майкл А-а-а, подожди Пойдем, я тебе что-то покажу Пойдем Да А что? А я тебе привезла сюрприз Ух ты Ага Так, смотри Так Па-па-па-па Вот Ну? А это что такое, дочь? А это, мама, то, что тебе уже давным-давно было необходимо И то, чего у тебя никогда не было Телевизор Так у меня, кажется, уже есть Ну, мам Это посудомоечная машинка Она посуду моет сама Как это сама? А вот так Ты у нее вот так вот тарелочки рядочком составляешь Закрываешь, она сама мой Ох, разленились вы в этих ваших столицах А-а-а, разленились Неужели мне тяжело в тазик воды налить да помыть? Все Тазик твой это уже позавчера Это последнее слово техники Мы с тобой завтра вызываем сантехника Подключаем ее к водопроводу И все, дело в шляпе Доча, а к какому водопроводу? Водопровод у нас в колонке Ты что, забыла, что ли? Так подожди, вам же вели И водопровод обещали И газ вроде обещали провести Сколько лет-то уже прошло? Вон, видишь, до соседней деревни довели И все Так что Боже ж ты мой Живем обещалками Не перестаете меня удивлять Пойдем, пойдем, пойдем Я тебя сейчас накормлю Галку Степанову помнишь? Ну? Утонула А еще писал? Ни-а Или не писал? Все забыла? Позапрошлый год Поросят пошла к фермеру воровать Угу Гаврила Степаныч, наш Бывший председатель Да-да Ой, кровопийца Не представляешь Все приватизировал Луга забрал Скотину людям пасти негде Вот она пошла к нему И поросят воровать Да напрямки Через речку Да в полынею угодила Она ж прошлую ночь У него четырех украла Ну вот что жадность Людьми делает, а? Не знаю Весной только и нашли Знаешь, вся такая на себя Не похожая Только по железным зубам И узнали Да по сережкам Вот так и живем, дочь Красота О, а почтальоншу нашу ограбили Угу Тоже дело было Она у нас новая Представляешь Дом купила у Сидоровых Угу Хороший дом Угу Крепкий Угу Среди бела дня Она пенсии разносила Нашли В Матвеевке Два алкаша А может наркоман Их раз сейчас поймешь Ну ненормальные какие-то просто Нюр А Нюр Это кто это приехал-то? Машина-то уж больно большая Больше трактора Ведь всю улицу перегородила Даша моя приехала Даша Даша Дай Дай Нервничайте, Георгий Станиславич Нервничайте Спокойнее надо Спокойнее Дай Дай Кирилл Кондратьев Даша к тебе пришла Доченька наша Соскучился Дал Ты дождался Какая настала у нас Просто загляденье Вот все как ты мечтал Все Оспылось И богатая И в столице живет И начальница Вот любуйся Пока Открывай 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 Не бойся Доченька Не бойся Не бойся Папа добрый У нас Мы с тобой Добрый Дед Я боюсь Мамочка Не бойся Мои хорошие Заборы тут крепкие Не переживай Колхоз-то разогнали Папка наш без работы остался Мне такая жизнь не нравится Я не буду так жить Лучше у меня есть С чем так жить Ты что маленькая Иди ко мне Ты чего говоришь такое Радость моя С грехом Нельзя так говорить Ой А как же ты ее любил-то Бывал на ручки возьмет Усами щекочет А ты заливаешься Хохочешь Папка родненький Из города едет Обязательно конфетку А помнишь На 8 марта Он тебе пирожное привез А? На 8 марта Пирожное привез Не мам Не помню я пирожное Я помню Как бил тебя Помню Как в бане От него прятались Хорошо помню От пьяного Что это Ты какие-то Страсти вспомнила Так не было Этого Когда это ты меня Кирилл Кондрач Бил А? А вот велик тебе Чуть что чинел Забыла А какие он тебе сапожки Привез Резиновые У всех кирзовые А он тебе голубые В цветочек Господи Как вспомнил Смотрим в окошко А наша Дашка В резиновых сапожках На велике несется Все Он же помер давно Ты все его боишься Даже мертвый Его боишься Хватит Пошли Ну не было у нас Мама жизни Где он нас любил Не было Придумываешь ты Ту жизнь Которой не было у нас Был только страх один Она пьется Да по селу Будет нас гонять А земля тебе пухом Папа Че? Че? Смотри Ого Тихо Атас Да ладно Ты че Погнали Здрасте Здрасте Что мальчики Дорогу домой забыли? Заблудились? Че теть Тебе может спинку потереть А? Теть сам остается А нам тут больше нравится Что ты говоришь Правда? Да ты пусти нас в баньку Топогреться Тебе с нами веселее будет Понравится Я отвечаю Да иди ты вон отсюда Понравится Малолетка Ох ты А ты самый борзый Да? Допустим Отдайте тебе вещи Нет Нет Отдайте тебе вещи по-хорошему Куда вещи? Пусти Пусти Ты че творишь-то Катитесь к чертям собачьим Садитесь на свой мопед И дуйте отсюда Еще раз увижу Ноги повырываю Да я тебе устрою И в то же мгновение Жемчужинка оказалась под водой Ее крылышки пропали А ножки превратились В прелестный русалочный хвостик А это кто? Бабушка? Да нет Это ты, я и мама Будто бы Она и вернулась И увидела, что я уже выздоравливаю Начинаю ходить И осталась с нами жить навсегда Было бы здорово Вить, Ксюш Может он готов? Зову Заву Не слышали, мам Уже идем Идем Моя принцесса Ну, Нюра С днем рождения Спасибо Днем рождения Днем рождения Спасибо Всех темные классы Давай, Юрик Днем рождения Родная Будь здоровы Ну? За здоровье Ой, мамочка Тетя Катя Картошечку передайте А? Да, да Спасибо Ты, Дарья Будь что мне скажи? Ну? Вот у вас Говорят в городах Вся жратва Из химии сделанная Ну, разная здесь, Петь Есть, которая из химии, конечно А есть и нормальная Разная Закусывала Да? Закусывала Вот ты вот нашу картошку-то ешь Ем А видно, что тебе нравится А там такой не бывает А я там, дядя Катя Картошечку и не ем Я вот только мамину ем Мамина картошечка Самая вкусная А вот и получается Что мы здесь живем Получше, чем вы Да? Мы все друг дружку знаем Так Точно Если понадобится Точно, да Совсегда поможем Точно Совсегда А у вас столица-то Говорят Люди проживают Так А как соседей звать Даже не знают Ты, дядя Петя Песни петь Гораст Вот так вот прям Все взяли И стали друг другу Помогать Так правду говорю Так испокон веков Повелось А че ж ты, дядя Петя Не помог нам Когда нас вот С мамкой Батя По вот этой самой Улице Поленом гонял А? Ну ты чего? Мимо двора твоего Чего, чего? Пошло, поехал Подожди, мама Ты ж, дядя Петя Первый На своем окошке За навесочки-то Завесил А? Че ж ты нам не помог? Это ж собака Убить нас могла То дело другое Какое такое другое? Семейное А в чужую семью Не лезь Так деды учили? Деды вас учили Спасибо, Нюра За привечание Пора И честь знать Какая-то ты злоблевая Дашка стала Не, ну мама А что он, а? Володя, давай споем Давай споем Миленькой ты мой Возьми меня с собой Там краю далеком Буду тебе женой Там краю далеком Буду тебе женой Я не могу жить Понимаю? Все каким-то дурацким образом превратилось в жалкое существование Я смотрю на себя, ну как бы со стороны И я не понимаю, это я Или уже не я Я был дерзким Нет, нет, да не так Дурацкое слово Нет, нет, нет Я был Дерзновенным Поэтом Романтиком А превратился в обывателя В обыкновенного Банального обывателя То уже Слушай, налей двойной Не берет вообще Вот Приблизительно это Я могу ответить на твой вопрос Как дела Братан Сыночек Ты на меня не обижайся Я тебе одну вещь хочу сказать Не начинай Я с одной женщиной познакомилась Зовут Света Торгует цветами Мама Это послушай Да, она торгует цветами Но сама из себя такая Аккуратная Чистенькая Ну Порядочная И говорит без хамства Почти интеллигентна Мама, прекрати Прекрати Редет одна Муж бросил И детишек нет Она говорит Очень хотелось По детишек Мне кроме тебя Ксюхи никто не нужен Ты это брось мне Я об этом И говорила сто раз Ерунда эта сказала Надька не вернется твоя Кукушка она Дитя свое бросила Ну вот это у меня Мужик молодой Почти Тебе о жизни Думать надо Я-то умру Сама не сегодня Завтра А Ксюшеньке Уход нашей нужен Ну Ты как хочешь Витя А я Светочку В воскресенье На ужин приглашу Вот и поужинайте Мамуль А давай как в песне А возьму тебя с собой А Поехали Ты чего это Ну а чего Будем жить вместе Будем жить вместе Хорошо же Так я пока могу Сама себя обслужить Ну то Чем же это обслужить Посмотри как ты живешь Сортир на улице Вода в колонке Посуда он в тазу Ну Жизнь как жизнь Другой не знаем Мамуль Мы с Герой Живем в огромном доме Там и туалет И все удобства Тебе понравилось бы Точно А места столько Что мы с тобой Даже не встречались В этом доме Поехали Ну чего ты вдруг Мамуль Ну подумай Ну хорошо уже Можно с мамой Ну Нет уж Где родилась Где живу Там и похоронишь А похоронишь Рядом с отцом Я там в могилке Место оставила Угу Там не и до жизни Что случилось Ё-моё Что такое Стоять Стоять Убью Стоять Гопота Давай Давай Убери 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 Я понял Я больше не буду Все Да убери Овца Гилы Да определись Кто я Тетя Или овца Штаны снимай Я веселиться буду Снимай штаны Даша Не убивай его Крестную помощь Мама Уйди Мама Даша Родика моя Ну что ж ты делаешь Все Ну что Все хорошо Пойдем домой Пойдем домой Пойдем Коты Пойдем домой Все Пойдем домой Все Доча А как ты без стекла Ты поедешь Ну ничего мам Заклею целлофаном Да поеду А может осталось бы Еще на несколько дней Не я не могу У меня завтра Встреча важная Я до вечера побуду И поеду Ну да Конечно Конечно Работа Работа Сядька Выслушай матерное слово Может ведь и не увидимся уже Мама Ну что ты опять нечего Перебивай Выслушай Вот тебе мое слово Дочь Ты прости меня Может что не так Только ведь никто тебе не скажет А я скажу Жестоковыная ты стала Страшно мне за тебя Окаменела ты сердцем В этой своей Москве Душой загрубела Не любить не умеешь Не прощать не умеешь А так нельзя дочь Ведь это муки адовые Тут и богаться никакого не захочешь Боюсь я за тебя Очень боюсь Вот ты давеча на могилке отцовской Сказала что Я боюсь его даже мертвого А ведь это не так дочь Ты его просто простить не можешь А простить надо Всякое бывало Но выпивал А кто не выпивает Все выпивают Бил иногда От отчаяния побьет Дочь Ты прости его И тебе и мне Да ему там легче будет Боже мой мама Что ты говоришь Мама Господи Мама Ты только послушай Что ты говоришь Мне мама страшно становится Когда ты так говоришь Я тебя не понимаю Ты еще ему спасибо скажи За то что он нас не убил К чертям собачьим Или не искалечил Мама Прости меня Я Я не понимаю Любить ты не умеешь Поэтому не понимаешь Аккуратнее малыш И что И что Тихо Нет значит так не будет Все Ксюша Тихо милая Тихо Сядь Все нормально Все хорошо Все да да Все хорошо Да нет С папой мне не больно Ваши апельсины Ой Да все со мной хорошо Ну и отлично Так Спасибо большое Извините пожалуйста Да нет ничего Ну что милая Домой идем Да да Все хорошо Хватит на сегодня Иди ко мне Иди ко мне Мой хороший Пойдем Можно я вашу девочку угощу Спасибо Да не за что Спасибо До свидания Хорошего вечера Пока пока Пойдем До свидания Пока пока До свидания И еще апельсинчик Все хорошо Да Мам Ну что ты Честное слово Ну куда ты мне столько Куда Твои любимые Я тебе там Сало и чеснок положила Давай давай Помидоры Огурцы Давай Дашка Ну и фига себе Тачка у нее И сама вся козырная Дашка Тихо 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 Ты че Ты че так смотришь Как Как неродная Блин Болешься Ты кто? Ну нифига Все за киндуны Ты че там у себя Приблатовала совсем Ты че своих не помнишь Коза блин Правда не узнаешь что ли Оксанка я Подруга блин твоя Мы же ничего Дашь за одной партией Сидели вместе Ты че Боже ж ты мой Оксанка Правда ты А что с тобой Там все нормально Со мной Ты че Я живу в шоколаде Все как положено У меня Муж Третий Первый в тюрьме Второй сбежал Помнишь Помнишь Мы с тобой на крышу Школьную залезли Я тебе говорю На спор в сугроб Сейчас прыгну А ты говоришь Я первая Попрыгнула Дура Там Там В сугробе Штокетник Ты Ты ж башкой В пяти сантиметрах Приземлилась А только куртку порвала Тебя ж батя Лупил еще Вот это помню Вот это хорошо помню Отсегда Швартовая была Дашка Не то что я Слышь Дашка А ты это Динжат Подкинь А Поправиться А я тетяне Занесу потом О тетя Аня Пенсионерам привет Греби сюда Свидетелем будешь Мне сейчас Дашка Пять сотен даст А я тебе отдам потом Ксюха Ты у меня на прошлой неделе Занимал Не помнишь? Ну так я же тебе Отдам все вместе Подожди Ты ж меня знаешь Ты ж меня знаешь Меня же все уважают Я ж отдам Держи Держи Дашка Дашка Ты ж моя лучшая подруга Вот я всегда знал Вот я когда тебя вспоминаю Я всем говорю Дашка моя лучшая подруга Вы все твари продажные А Дашка у меня лучшая подруга Я ж это побегу тогда Ну что у вас тут свои дела Я под ногами Правильно Правильно Спасибо Даш Спасибо Тетя Ань Занесу Занесу Тетя Ань Отдам Отдам Тетя Ань Посидим на дорожку Что у вас тут Жизнь с людьми то делает А? Ты прости меня Если что не так Да ладно Мам Перестань Ты меня прости Не Не ну правда Приехала раз в сто лет И давай Отношения выясни Мам Я же хотела просто приехать Просто тебя обнять Гера Герочка Прости меня Прости меня Я глупая тупая дура Прости меня Я только сейчас поняла Как вам удивительно Ты вернулась? Да Ага Ну тебе почаще Из вот Смотаракай Она тебе на пользу Надеюсь Ты останешься такой И все Ну и что это было Фу Ну я Честно говоря Сам не помню Но вот именно это И называется Нормальные отношения Ну Обыкновенных людей Не уворотил бизнес А ты был такой сильный От тебя исходило что-то Звериное Да Ты не был таким никогда Я даже не могла тебе противиться Это странно Более ждала Мне понравилось Иди сюда Иди Привет Витя Прости Слушай Я хотела тебя попросить Заняться моей машиной Мне в деревне Спасибо Выбили стекло Я скотчем залепила Оно немного По-бомжатски смотрится Ты видела кто? Видела Забей Ничего серьезного Этот точно деревянский Ты уверена? Точно А я одного поймала Думала на вилы посажу Да мать не дала Витя Ты что такой серьезный Изображаешь Служебное рвение Возможно у нас возникла проблема Ну-ка Конкретней На сайте конкурса Кроме нас И студентов-мечтателей Появилась информация Об участии в тендере Компании Пирамида Но они же не должны были Мы же вроде договорились Мы не лезем к ним Они не суются к нам Рынок элитного жилья падает И парни осваивают Новые направления За ними же бандиты Да, но сейчас Это все уважаемые бизнесмены Но бывших не бывает Ты же понимаешь Подожди Ну и что нам отказаться Ты что предлагаешь Это действительно Настолько опасно На данный момент Я не владею всей информацией Но Лучше перестраховаться Я бы усилил охрану Подожди с охраны Я назначу встречу с Поликарповым Он мне скажет все точно Ну что вам Появилась пирамида И появилась Это их какие-то маркетинговые ходы Типа они расширяют В своих присутствии Кто же им даст Они же всех подомнут Кому это надо То есть Вы хотите сказать Что их участие Это формальность Абсолютно А они сидят На элитном жиле Пусть себе сидят Через полгода рынок Все отыграет Ну а они-то знают Что решение принят Там дураков нет Естественно Все все знают Извините Одну секундочку Звонок Да Повторяю Пендер Это чистая формальность Нам давно нравится Ваша работа Вы строите Городские объекты Мирового масштаба И наши с вами Замоотношения Будут Долгосрочными И? Плюс 10% Сколько? 10% 10%? Да, времена Времена меняются Ну, Дарья Кирилловна Дарья Кирилловна Ну, вы поймите правильно Строим Строим мало Бюджетик Несколько сдулся Это неожиданно Прямо скажем Неожиданно Я даже не знаю Что сказать Я вас уверяю Сказать можно Только да 10% Это огромные деньги Мы не освоим смету Ну Мы не потянем проект Ну, не мне вас учить Главное Запуститься Освоить денежку Там можно будет попросить Докс финансирования Мы никогда так не приступали Поэтому с нами Не делаю Это будет удар По моей репутации Ну, Дарья Кирилловна Все бывает Когда-то в первый раз Времена меняются Понимаете? 6% 6% Или я отказываюсь От проекта 6% Эх, вы сложная, Дарья Кирилловна Ну, хорошо Исключительно Из уважения К вашему таланту И деловой хватке Спасибо Красоте, конечно Спасибо за понимание Невероятно приятно Иметь с вами дело Эх Будь я Годков на 20 Помоложе И легче Килограмм на 30 Я бы увел вас в жену Да-да Извините Дела Дела Я все слышал? Что? 6% Даже 6% Делают Проект бессмыслен Это наша прибыль Вообще Прибыль будет Просто поверь мне Прибыль будет И, кстати Есть еще один вариант Горясь 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 И чем, Гера? О своем проекте Он проще Он на 30% Дешевле Согласитесь Что большие Гера, ты идиот Идиот Конечно Как и всегда Прости Я просто гринь Я больше так не могу Давай после подписания контракта Уедем кто-нибудь К океану На неделю Просто будем мужем и жены Я буду любить тебя Сильно-сильно, Гера Я тебе обещаю Чем так пахнет? Так гусь же в духовке У нас событие? Да ладно Какое событие? Пошла в магазин Смотрю гусь приличный Дай думаю возьму А то все котлеты Это котлеты Чудешь ты Ой А кто это может быть? Я открою Ой, вы? Здрасте А вы кому? Я кажется Наверное я ошиблась Нет, нет Ничего ты не ошиблась Это Светочка Заходи, дорогая Заходи Вот Вот Это Света Виктор Это Света Я Свету пригласила К нам поужинать Забыл тебя предупредить Вить Ну, Вить Витя Я, наверное, пойду Ну, ладно Я же тебя ужинать пригласила Я вообще обижусь Если ты со мной не поужинаешь Ну, что, Андрю А кофею испить не желаете, барыня? Я прошу прощения А что вы извольте на завтрак, моя белая госпожа? Вера твою мать Я еще раз тебя просила Не трогай меня, когда я думаю Даш, ну Ну, ты уже просто достаточно давно так сидишь, думаешь Нельзя же столько думать Голова заболит Голова заболит? А ты помнишь, что мы сегодня отправляем макет на презентацию? Ты понимаешь, что от этого зависит наше дальнейшее развитие? Успокойся У тебя все получится У тебя все всегда получается Прости Ты же знаешь, что я психопатка Еще эта пирамида Не добавляет в миротворение Ну, все будет хорошо Ну, что ты такая напряженная Тебе надо расслабиться У тебя не лицо, а барелье Давай-ка я тебе шейку помассеру, она у тебя как камень Какой-то ты сегодня странный, внимательный Я всегда такой, Дарья Кирилловна Вы просто не всегда это замечаете Мне очень хорошо с тобой Ты очень хороший Ну, все Пойдем Опоздаем на работу Пойдем Мы не опоздаем Мы не опаздываем Мы задерживаемся Что тебе права купил, коза? Даша, ты очень опасно водишь Ты что, боишься? Нет Ты что, правда боишься? Не бойся, у меня все под контролем Нет, я в тебе не сомневаюсь Просто я не уверен, что все остальные могут водить так, как ты Я все просчитываю из-за себя и за них Если бы я водила машину, как эти чайники Я бы так и работала, посудомойкой в кафе Как 15 лишним лет назад Когда только приехала из своей богом забытой деревни Что ты делаешь, Даша? Что? Мы куда-то едешь Мы едем по тротуару Не бойся Фу Что-то мне нехорошо Что с тобой? Голова, не знаю А мигрень, наверное, вернулась Господи Слушай, останови вот здесь вот, около аптеки, пожалуйста Вот о чем вовремя, нечего сказать Ну Вот тут вот Я не смогу тебя подождать До офиса две минуты, я добегу, не волнуйся Девонька, простите, ради бога, не подскажете парковку, где оплатить здесь? Парковку туда Давай, отец, быстро, быстро Шприц Шприц Давай Кали, кали, кали Георгий Станиславович, я боюсь, что мы немного выбились из графика И до двенадцати уже можем не успеть А без вас и Дарьи Кирилловны мы как-то ничего не решили А Дарья Кирилловна-то где? Вы раз в ней вместе приехали? Ну вместе, да, ну я в аптеку зашел, у меня голова заболела, она сразу сюда поехала Куда? Что происходит? Сейчас я позвоню Ага Сколько у нас времени есть? Очень, очень мало, очень опаздываем уже Ага Чего делать? Бензин ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Грузим, грузим Давай, давай Ну что, встал? Поливай давай, поливай! Что, ей нет, что ли? Что такое? Вызывай полицию А почему? Ее похитили Как похитили? Послушай, если они тебе позвонят, сразу сообщай об этом, только мне Не понимаю, кто похитил? Пирамида Я думаю, это они Не может быть, ну подожди, мы же договаривались с ними, они же... Звони в полицию про пирамиду, мне ничего не говори, это важно, твою мать А про пирамиду, то почему ничего не говорить? Да потому что верить сейчас ты можешь только мне И откажись от Эндера, есть шанс, что ее отпустят Звони! Да, да, да Сейчас сюда приедут следаки и заберут видео с камер Мне очень нужно, чтобы это видео ты успел скинуть мне на флешку Им не говори Молодец ты, Вить, подведешь меня под монастырь Помоги, за мной не заржавеет, ты же знаешь Давай флешку Спасибо, Ратик, спасибо Так вашей жене никто не угрожал, получается? Нет, никто, ну у нас нелегальный бизнес, за что нам угрожать? Понятно, тогда вам придется приехать к нам и написать заявление Нет, подождите, а этот план перехват надо... Мы пока не знаем, кого перехватывать, у нас нету никаких оснований Повреждения автомобиля есть? Работайте Я вам который раз говорю, мы пока не знаем, что с вашей женой Сама она ушла, от вас ли сбежала? Если ее похитили, то на какой машине здесь нет камер, понимаете? На выезде искать? Работаем, работаем в этом направлении Может, она встретила подругу, пересела в ее машину Сейчас сидят в кафе и пьют кофе Какую подругу нет у нее подруг? А любовник, любовник у нее есть? Что в своем имя вообще спрашивать такое? Я еще деликатно с вами разговариваю Вы знаете, на прошлой неделе жена ушла от замминистра области И к кому? К ботанику, на велосипеде ездит, в кедах ходит Любовь, знаете ли, такая штука, это... Простите, пожалуйста, Георгий Станиславович А что будем с макетом делать? Там люди ждут Маша, ну позвоните им, извинитесь, объясните ситуацию, скажите, что у нас форс-моржор произошел Мы берем тайм-аут, на, нам нужно время для принятия решения Хорошо, понимаю, позвоню Не обращайте внимания на него, он контуженный у нас, у него в горячих точках служил Это вы мне рассказываете, я его 10 лет знаю Трупа нет и преступлений нет Вы поможете, она есть штуки и деньги, совершенно любят Обязательно, обязательно, я говорю, она сидит сейчас у подруги Вот блин, что такое? Лопату забыл Что? Лопату забыл Лопату? Ну да Ты что, идиот? Ну, вылетела из башки. Ну, с тобой что-то такое не бывает. Нет, у меня не бывает. Подожди, а что ты собираешься с трупом делать? Ну, сжечь, а? Сжечь? Ну. Ты когда-нибудь трупы сжигал? Нет, но все когда-нибудь делается впервые. Ну, где лов-то? Подумаешь, где лов-то? Ну, тогда запоминай. В крематории, например, на один труп уходит 50 минут. И это при температуре 1200 градусов. Фига себе. А для сжигания трупа в русской печи потребуется не менее 40 часов. И труп еще нужно расчленить. Ой, ну ладно, ладно. Плюс комаз дров, желательно сухих. Вот сначала порубишь дровишек, потом порубишь бабу. И поджигай себе на здоровье. Поджигатель хренов. Ну, ладно, ну, облажался я. Ну, давай теперь позитивно думать. Ну, как решать, а не нагнетать. Позитивно? Ну, да. Позитивно было бы тебя, дурака, завалить. Потому что один дурак может натворить столько, что сто умных не исправят. Тебе звонил кто-нибудь? Нет. Ты сообщил, что снимаешь проект с тендера? Нет. Ну, понял. Ведь я считаю, что нужно договариваться с пирамидой. Совместное производство, например. Ну, я уверен, Даша сможет договориться. Ты знаешь, как она у меня договариваться. Георгий Станиславович. Башку свою включи, наконец. Я как раз пытаюсь не наломать дро... У меня через полчаса встреча с Поликарповым. Мы с ним решим, что лучше. Ну, Витя, загрузил. Как в лучшие времена. Найди то, не знаю что. Я отвлекаюсь, Амель. Пробивай дальше. Да я-то что. Программа сама ищет. Медленно ищет. Вот она. Тачка еще с утра в угоне. Можешь узнать, где она засветилась в последний раз? На Минке. В 11.47. В 11.47 Минка. Спасибо, Митя. Сочтемся. Ужасно. Ужасно. Как страшно, Георгий Станиславович. Ну, я верю в лучшее. Да-да, конечно. Я тоже надеюсь, что это какое-то недоразумение. Но исключить то, что возвращаются 90-е, я не могу. Ну, вы ведь общались с людьми из пирамиды. Можно на них как-то выйти? Что-что-что. Упаси Боже, не знаком, не общался. И вам не советую. Это страшные люди. Страшные. А. И что же делать? Я полагаю, умнее всего выждать. А что еще? Как говорится, утро мудренее. Да отказаться от участия в тендере, я считаю, неправильно. И Даша была бы против. Ну, да-да. Это ваше право. А я уже решил. Меня и так все считают тряпкой. Ну, конечно, я же всю жизнь был в тенге, Дарь Кириллович. Теперь все. Все. Теперь пришло время показать, что нас не запугать. Мы будем участвовать в тендере. Да. Слушай, она готова. Ну, да, подожди, но не стреляй. Слушай, ну, нафига, только ствол засытим. А, а из нее еще суповой набор, все равно будет. Да? Ну, да. Что-то ты разговаривал с ним, этот умник. Садский с ним снимет пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем. Долго еще? Все, все, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА как оно есть. Так, я не понял. Тихо, тихо, тихо. Я не понял. Что ты тут делаешь? Типа, случайно, ладно? Будешь лезть в расследование, сильно пожалеешь. Понял? Ты меня не пугай. Лучше делом займись. А то я что-то не вижу, никакого расследования. Я занимаюсь. Вот и занимаюсь. Екатерина, почему постороннее зацепление? Откуда я знаю? Что? Следите! Все, давай, давай. Все, давай. Давай, задумай скорее. Сейчас. Давай, давай. Желание. Готово. Да? Все, давай. Раз, два, три. Давай. Ну, что? Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, Симон. Всего очень хорошего. Люблю тебя. Спасибо. Спасибо. Больше. Спасибо тебе, мой друг. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Друзья, информации о Дарья Кирилловна пока нет, но полиция делает все возможное и все улается. Ну, а для нас с вами сейчас самое главное продолжать работать. Продолжать дело Дарьи Кирилловны, потому что она бы очень этого хотела. Вот, ну и давайте с вами перейдем к текущим вопросам. На этой машине похитили Дарья Кирилловна. А в полицию это сообщал? А машине же можно выйти на похититель? Машина в угоне. Ее уже нашли. Точнее то, что от нее осталось. Ее сожгли. А машине? Что-то нашли? Если ты пара труп Дарья Кирилловна, то нет. Фу! Как так получается? Что же это такое? Как так могло случиться? Да почему ты допустил-то это? Я недооценил ситуацию, Гер. Я виноват. Но Дашу я найду. Как? Встречусь и поговорю с людьми из пирамиды. И я надеюсь, у нас получится договориться. Да, подожди. Ты чего сейчас хочешь? Ты что хочешь? Ты войны хочешь сейчас? Ты хочешь устроить Чикаго? Нет, спасибо, не надо. Я не хочу войны. Но если они не звонят, значит все плохо. Если при встрече мы не договоримся, иного выхода у меня не будет. Погоди, 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 погоди. Ты сейчас психуешь, ты неадекватен. Ты можешь наломать дров, этим занимается полиция. У них нет личного отношения, они разберутся. У меня есть личные отношения. Маша! Подготовь приказ, пожалуйста. Виктор у нас больше не работает. Хорошо. Хорошо. Простите, пожалуйста, Георгий Станиславович, надо начинать, уже ждут нас. Так, друзья, ну что, на тендер мы будем отправлять вот этот вариант. Все. Возражений нет, да? Ну и прекрасно. Все. Нет, я понимаю, что вариант Дарьи Кирилловны, ну, наверное, эффектнее как-то. Но в данных обстоятельствах, обстоятельствах отсутствия Дарьи Кирилловны, надеюсь, в недолгом отсутствии, этот вариант проще, мы сможем его реализовать. В данных обстоятельствах. А давайте сделаем перерыв 15 минут, хорошо? Спасибо большое, понимаете. Спасибо. Спасибо, Маша. Очень просто, очень тяжело. Я… Ой, я не знаю, вот как бы Дарьи себя в этих обстоятельствах ввела. Очень красиво. Так. Отправьте макетное. Там ждут. Ага. Высокий. Что он смотрел? Что ты такой нетерпеливый? Я не знаю. Идем. Вау. Маленькое гнездышко. Красиво. Много. А я не люблю, когда кусают. Да ладно, ты езды пробовал, не любят он. Ну, что ты колбасу порезал? А как? Ты украл, что ли? Ну, а как? Наливай, наливай, наливай. Мало колбасы-то. Быстрее, пока не пришел. Давай, 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 давай. Давай, ну все. Давайте, мужики. Да. Вы что тут устроили, курортнички? Быстро работать. Да мы на руках. Давай, давай, давай. Иди, все. Иди отсюда. Ну, иди. Все. Все, все. Сколько стали? В бикини оденьте тут. Зверь какой, а? Главное, чтоб только орать. Можно подумать, что я с ним раскидываю. Вы что, бикини там оденьте? Пляж тут устроили. Люди? Кто ему люди? Кто мы? А? Иди, парень, давай быстрее сюда. Что? Иди, говорю, посмотри, что. Да иди быстрее. Да ну вам. Что? Чего себе? Вроде жива. Ну и что делать-то будем? Что делать, что делать? Штаны снимать, бегать. Что? Скорую называй, полицию. Угу. 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 Что ты меня смущаешь? Закусывай. Твои вареники сводят мне с ума. Я постоянно тебя хочу, детка. Такие вещи за столом говоришь? Что я такого веселого сказала? Ай, прелесть. Угу. Просто прелесть. Ага. А потом я тебе надоем, и ты другую найдешь. Никогда. Ты же моя жена, дурочка. Шестая. И что? Шестерка цифра нехорошая. Да. А семерка? Семерка? Семерка очень хорошая. Ну вот и отлично. Значит, завтра разведемся. Как? А в пятницу снова женимся, и будешь у меня седьмая. А не обманешь? Да когда я... Где она? Кто? Дарья Кирилловна. Ты псих? Да. Но ты не ответил на мой вопрос. А-а-а! Божечки! Ой, мама! Сушим. Да оставь, Сережа, оставь. Это труб. Слушай, Сергей Сергеевич, даже если оживим, там все равно уже необратимые. Да зацкнись ты. Асисталия. Отошли все от стола. Разряд. Еще разряд. Есть пульс. Продолжайте. Интересно как-то и все. УДАР 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 Ну и? Так гонит дурочку, ищет какую-то бабу. Дарью Кириллу. Думает, что мы ее похитили. Да и правда псих. На хрена нам его баба, когда он над своим валом? А ладно, вывезти его и кончать. Укажи его врача. Какого врача? Ты на акулку его увидел. Бегом, я сказал! Брат, да. Прости. Прости, прости, прости. Рабочие нашли ее на станции в вагоне с песком. Да знаю я. Был я у них. Приезжаю, они самогонку глушат на рабочем месте. Я и Марву, вы чего, совсем уже? Они у нас с нервами. Бабу нашли. Работать теперь не можем. Руки трясутся. Я говорю, знаю я, от чего у вас руки трясутся. Свет, найди, пожалуйста, карточку Соколовой из третьей палаты. Сейчас я подойду. А, да. А собакуных у них? Да они, кстати. Не знаю, где такую находят. Ну, что у нас с женщиной-то? Прооперировали, но шансов мало. Угу. Сознание не приходило. Гаврилович, она еще под наркозом. Вообще, большой вопрос, есть ли там сознание. А вот ты был под Баграмов в 84-ом январе? Был? Нет. Я был там в 88-ом. А я был. У нас там духи повар руки положили. Давай за пацанов. За пацанов. А что это вы пьете? Пьете и не закусываете? Ну, ты моя дюймовочка моя. Уйди, все мы поговорим. Вот, все. Вот, 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 вот. Значит, что ведь? Отданы ко мне. Я не обижу. Нет. Я должен найти Дашу. Сейчас кроме меня никто не поможет. Да и должок у меня перед ней. Не, ну, а что ты эти, долги все решили? Не вопрос вообще? Не в деньгах дело. Я тебе расскажу. Лет пять назад Ксюша, дочка моя, маленькая еще, в больнице лежала, ходить не могла. С ножками были проблемы. Жена испугалась и ушла. Я тогда вообще в ментовке работал. И зарплаты ты за мной сам понимаешь. А в клинике такую сумму выкатили. За операцию. Я решил продать почку. На полном серьезе. И вдруг узнаю, что операцию оплатил кто-то. Ага. Вот так я и познакомился с Дарьей Кириллом. А Ксюха сейчас уже почти питает. Вить, вообще какая-то непонятка сдали свои. Я тебе отвечаю. Ее не трогал ни я, ни никто из наших. Я тебе, я тебе… Я верю тебе, Серый. Я тебе верю. А если ее нет, что будешь делать? Ходов-то у тебя… Нет? Она есть. И я ее найду. Сначала найду Дашу, а потом накажу тех, кто все это устроил. У тебя здоровье там? Нет. Нет. С Дашей мы друзья. Да, так бывает. Мы просто друзья. Понял? Ну что ж ты, милая, такая несознательная. Ну, надумала ты порешить свою судьбу таким трагическим образом. Ну, твое дело. Может, на то у тебя обстоятельства основательные. Хотя, какие такие обстоятельства, не понимаю. Вот у меня язва желудка. Иной раз думаешь, вот же ты прикрытущая болезнь до канала. Отпустит. Вроде и солнышко шибче светит. Да и рюмочку другую себе позволишь. А мог бы тоже, так сказать, с моста сигануть. Но я бы поступил сознательней. Во-первых, оружие табельное я бы в сейф положил. Паспорт бы взял с собой. И записочку в карман. Так, мол, и так. Доведенный ситуацией жизни до отчаянного безобразия. Никого не виню. Прошу простить за причиняемое беспокойство. Ах, и вот нашел бы меня такой же, как и я и сказал бы. А ведь какой хороший человек этот покойник. О людях подумал, чтоб без хлопот. Ну, оформили как надо и культурненько на погост. А ты? Ну, чего вот мне с тобой делать, а? Осторожно шли. Как друзей и товарищей. Радик не шли. Спасибо, друзья. Грозный отец. Тихо, тише, тише. Тихо, дети, дети. Все. Ну, я сейчас до подъезда подвожу. Давай. Давай, подожди, подожди. Наход, мать. Езжай. Все, догонишься. Надыхай. Братуха. Все. Спасибо, брат. Все, да? Все. Пока. Давай, пойдем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздрасьте. Что? Не нравлюсь? М? Что-то не так? Извините, как-то нехорошо в прошлый раз получилось. Ваша мама меня пригласила. Я не знала, что это для того, чтобы познакомить с вами. СМЕХ Хватит мне врать. Что, даже мысль не промелькнул? Да, честное слово, это все совпадение. Да я живу здесь рядом, комнату снимаю. Вот и снимайте. Комната. Комната. Ее обнаружили вчера в семидесяти километрах от города. Охотники натаскивали собак, но и обнаружили. Убили выстрелом в голову, труп потом пытались сжечь. Сильно руки обгорели, лицо. Ну, у вас, наверное, есть какие-то свои приметы. Какого роста была, Дарья Кирилловна? Сто семьдесят. Размер обуви? Тридцать седьмой, я говорил вам уже. Какие-нибудь особые приметы, родинки, шрамы, зубные коронки? Какие-какие коронки? Нет, коронок не было никаких. А родинка там на спине у нее, где шея там пониже справа была, по-моему. Ну, родинки, шрамы, они отпадают. Эти места сильнее всего обгорели. Рост и размер обуви совпадают. Вы успокойтесь, успокойтесь. Может, вам какой-нибудь успокоительный укол сделать? Не, не, не надо я. Нет. Все готово? Санитар, приступим? Ага. Проходите. Проходите, проходите. Готовы? Да, 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 да. Открывай. Ой, она! Простите. Понятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну все, мужик, завязывай. Обещал же пару минут. Сейчас начальство с обеда. Угу. Спасибо. Жива. Ты жива. Я знал, я знал, я знал. Я найду тебя, так. Найду. Ну что, узнали, кто она? По нашей базе, по отпечаткам ничего нет. По запросам пока тоже. В себя не приходил. Кума. Жизнь висит на ласке. Думаю, умрет в течение суток. Ну что, может, Чайку? Давай. Пойдем, Горелыч. Пойдем. Здравствуйте, Света. Здравствуйте. Я вас прошу, только здесь не устраивайте скандал. Меня с работы выгонят. Я зашел попросить прощения. Я был груб и не прав. Извините меня. Да нет, ну что вы. Мне просто как-то глупо вышло. Если честно, я себя чувствую полной дурой. Ну чего я тогда поперлась к вашей маме? Я думала, может быть, она подработку какую даст. В квартире там убирать. Дайте, пожалуйста, этот букет. Вот этот? Он дорогой. А может, я подешевле сделаю? Я только составлю, что будет богато выглядеть. Нет. Я хочу этот. Ну хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Сдачи не надо. Этого. Мне? Угу. Хорошего дня. О, я хватит дурить. Девка. Помирай уже. Измучила всех. И сама не туда, и не сюда. Так что, всех измучил и меня тоже. Вот. Халат тебе для тепла надела. Мама. Решай. Туда или сюда. И что решать-то, Господи? Ничего хорошего в этой жизни и нет. Тоска. Одна только вот. Хорошо. Муж визирок. Помер. Так я хоть вздохнула свободно. Мам. Да иду, иду. Ну, давайте, девушки. Будешь ждать? Не будем. Господи, все положила-то, а? Значит так, картошки, сало, яблочки, лук. Лук обязательно ешь. Я буду, буду, буду. Вот так. Господи, ну куда ты едешь, а? Ведь ни одной знакомой души, ну без опоры, без помощи-то. Вот здесь не что-то, ну. Я лучше там загнусь, мам. Чем тут с вами жить? Доченька, ну как же так, а? Здесь же все родное. Пол кладбища родни, ну как это все оставить-то, а? Да тут везде, мама, одно кладбище. Мертвым твоему все равно, а я жить хочу. Береги себя, доченька. Так, пиши. Все. Не плачь. Пиши. Обязательно пиши мне, хорошо. Не плачь. Не плачь. Поехали, поехали, дядя Петя. Пиши, обивайся. Береги себя. Береги. Пожила, слава богу. Слышь меня, понимаешь? Ну чего молчишь-то? Ну, не понимая. Ну, говорить не можешь, так давай моргни хоть. Иностранка, наверное, не понимает. Инна Ивановна, подождите. Вы в больнице. Вы были без сознания больше недели, но теперь все в порядке. Вы понимаете, что я вам сказал? Вот и хорошо. Вы помните, кто вы? Как вас зовут? Нет. Не помню. Собаку помню. Собаку. А как зовут собаку помните? Не помню. Не помню. Больше ничего не помню. Не густо. Ну и что мне с вами теперь делать? Ладно. Лежите пока. Лежите. 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 Ну что, убедились? Да. Честно говоря, я такое только в кино видел. Может, она? Хочется крикнуть. Кто она? Ну, не могу утверждать категорично, но похоже, она действительно ничего не помнит. Девчонка выкропалась с того света. Ну, сейчас жизни ничего не угрожает, но память уже может не вернуться никогда, к сожалению. И куда я теперь? Да не знаю. Ну, пару дней она у меня еще проваляется. А дальше что? Куда? В дурку, что ли? На улицу? Ну, не могу же я ее до бесконечности у себя держать. Ну, а по вашим запросам, что по-прежнему тишина? Да я, честно говоря, не надеялся ни на что. Вы же не знаете, сколько сейчас людей пропадает. Жены убегают от мужей, дети от родителей. Тысячи, тысячи. Тысячи? А находятся единицы. Олег, а ты как считаешь, мы еще долго будем находиться на стадии тайных любовников? Нет, я, конечно, понимаю, что наверняка я удовлетворяю твои минимальные физиологические потребности. Перестань. Пожалуйста. Ты считаешь, что со мной так можно? А? Давай прекратим эти отношения, а не самому в тягости. Молодец. 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 Нет, любимый. Это трусливая, лживая позиция. Не надо, пожалуйста. Что? Прости. Да. Слушаю. Ага. Да-да. Полная амнезия. Я думаю, что прямо сейчас, прямо сейчас я подъеду. Да. Работа. Подожди, работа. Когда ты уже примешь тот факт, что Анны больше нет? Со временем. Угу. Изи поешь, я тебя там на тумбочке оставила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лава! После смерти Аннушки так в себя и не пришел. Молчит все время, как Сыч. С лица спал совсем. А какой раньше был, а? Шутил, улыбался, ну. Надо мне к нему в кабинет заглянуть, пока его нет. Посмотреть, есть ли чистые рубашки. Ой, да он хоть бы кровать себе в кабинет поставил. Ведь спит на кушетке, она твердая, как асфальт. Анализы милицины, я долго буду ждать? Сейчас принесу. Полина мыкается. Угу. Полина, ты его еще до Аннушки любила, а он знал. Угу. Было бы счастье, да несчастье помогло. Вот так. Дождалась, а толку-то что? Ну, знаешь, насильно мил не будешь. Угу. Мил. Раем. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Леб, привет. Спасибо, что приехал. Меня совершенно невозможно держать. Да и профиль ваш. А случай интересный. Реально, интересный случай. С ней что-то приключилось, но что она не помнит. Его нашли в вагоне с песком. Ну, очевидно. Был какой-то серьезный стресс. Полиция по отпечаткам искала, но да, там нет ее в их базе. И не ищет никто. Видимо, запросов не поступало на нее. Да сейчас сам все увидишь. Вон, проходи. Ну, вот смотри. Вот она. Вот лежит, глазами хлопает. Не знает, как зовут, чего с ней случилось. А не знает, что делать. Здравствуйте. Олег Савельевич, Олег Савельевич. Олег Савельевич, ну, что скажешь? Случай интересный, правда? Ну, девку жалко, молодая, здоровая, но я ничего не помню. Ну, у меня нет места в больнице. Ну, что делать, я не знаю. Ты присылай больную, я ее возьму. Олег, ворченьку. Олег Савельевич. Олег. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА